Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня говорим о втором окружном фестивале косплей. В нашей студии Ольга Николаевна Кобецкая, руководитель театрального центра «Жаворонки» и Анастасия Зеленова, руководитель проекта «Здравствуйте». Здравствуйте! Ольга Николаевна, хотелось бы сначала начать второй фестиваль. Как родилась идея? Почему косплей? Почему именно эта субкультура? Вы обратили на нее внимание? Прежде всего, я напомню, что я руковожу молодежным театром. И главное для меня – это развитие молодежной культуры той или иной. И бесспорно, мне, как взрослому человеку, не очень близка эта культура и вообще это течение косплея. Но, тем не менее, я увидела, что мировое сообщество и наши тоже молодежь с удовольствием этим занимаются, смотрят, продвигают. Тогда возникла идея поддержать это движение. Но не просто поддержать, а, скажем так, поставить их на более профессиональные рельсы, дать возможность ребятам некой такой самореализации, ну и немножечко преподать некий такой мастер-класс. Но, получается, ваши же актеры подтолкнули вас на эту идею? Да, по сути, да. Потому что… То есть кто-то был косплеером? Ну, в общем-то, не столько косплеером, сколько ребята пытались точь-в-точь показать какие-то отрывки из фильмов, мультфильмов. Потом к нам пришел хореограф, который занимался изготовлением костюмов, Руслан Зинатулин. Вот. И я, посмотрев на то, как это проходит, самый большой толчок дало то, что я увидела, как грустно проходят у нас фестивали косплея. Что это просто попытка сделать внешний образ, за которым ничего не стоит. То есть люди не артистичны, не могут показать внутреннее состояние являющее. И тогда я получила ответ на вопрос, почему не берутся за русский косплей. Потому что, ну, чтобы, например, показать Остап Бендера, да, нужно обладать мастерством актера. Недостаточно надеть просто пиджак и кепочку, да, и вдруг стать Остапом. А нужно действительно скопировать этого артиста, поэтому нужно уметь петь, танцевать, нужно уметь внутренний драйв этот держать и так далее. И тогда вот возникла идея, подключив людей, которые все-таки умеют уже и владеют мастерством актера, наших артистов, и открыть первый вот этот косплей фестиваля «Время вперед». Почему такое название? «Время вперед»? Причем «Время вперед». Да, потому что… Вроде время стремительно бежит, да, и еще усилие вперед. Да, мы хотели… Какой смысл вкладывали в эти слова? Мы хотели показать, что действительно, как бы, время идет вперед, а не стоит на своем месте, да, и нельзя все время оставаться в том, там, 17, 18 или 19 веке, который был очень красивый, да, что берет время бразды правления. Хотим мы этого или не хотим. Рождаются какие-то новые, может быть, даже чуждые сознанию более взрослого человека культуры. Но чтобы они были профессиональны, вот эти взрослые люди должны чуть-чуть вперед посмотреть этого времени, да, и научить вот эту молодежь, опережая время, предложить то, что не предложено еще сейчас. Эта субкультура родилась не в России, да, но завтра, когда мы опередим это время, будущее у косплея будет за русским косплеем, потому что он самый интересный. То есть вы хотите развивать, Настя, именно русский косплей или есть еще номинации все-таки аниме, Япония, ну и так далее, так далее, да, средневековье, почему нет? Нет, конечно, одним русским косплеем мы бы не насобирали такой большой фестиваль. Конечно, у нас есть много номинаций, это там и лучший костюм по фильмам, по играм, по русскоязычным, естественно, источникам. Также у нас есть интересное нововведение, которое мы делали и на первом фестивале, будем продолжать на втором, это детский косплей, потому что мы считаем, это отличная идея. Идея самого молодого возраста проникнуться идеей и актерского мастерства, и выступления на сцене, и то же самое воплотить своих любимых персонажей. Вал, да, теперь у наших жителей есть возможность не только в новогодние, у детей в частности, да, праздники примерить на себя тот или иной образ, но еще и в сентябре, а точнее 14 сентября выйти на сцену, выйти к большой публике и представить полноценный образ. Не только, лишь надев костюм. Да, но опять же, косплей сейчас выходит на профессиональный уровень, то есть это уже не какой-то уровень, где люди просто брали из шкафа похожую одежду и выходили. Это действительно огромный труд, когда люди создают костюмы годами, то есть используя новые материалы, которые просто не отличить от фильма, то есть это действительно один в один. Это большой уровень сейчас во всем мире, это очень популярное явление, проводят конкурсы с большими призовыми фондами, и это приносит и большую популярность, и охват, то есть это действительно очень новое движение, и время вперед еще возможно потому, что это что-то новое, немного из будущего. Мне еще хотелось бы остановиться на таком моменте. После того, как вы провели первый фестиваль «Время вперед», косплей теперь тиражируется не только в рамках этого фестиваля, но и на больших крупных мероприятиях можно увидеть косплееров, которые представляют свою шоу-программу. То есть получается у ребят действительно есть какое-то продолжение и движение. Опять же, я подчеркиваю, не раз в год достать из сундука заветный костюм и примерить образ, а действительно какое-то получить развитие. Может быть, кто-то хочет развиваться именно в этом направлении более профессионально. Почему нет? Тем более это востребовано, да, Ольга Николаевна, как одна из форм, получается, такой современной, современного интерактива. Ну вот, например, у нас действует уже, как бы летит шесть лет по нашей русской земле наш фестиваль театральный «Взмах крыла». И уже два года подряд мы на этом фестивале, как программу для зрителя до начала фестивальной самой программы, делаем шоу-показы. И это, в частности, шоу-показы, вот, косплей-шоу. То есть победители предыдущего конкурса косплея. В частности, так у нас было Барвихи на последнем фестивале «Взмах крыла». Это достаточно интересно. Это дает, опять же, возможность еще раз подчеркнуть, что на сегодняшний момент очень важно, чтобы человек, выходящий косплеером, был артистом. Не важно, профессиональным, любителем, да, но он должен освоить этот жанр, жанр артистический. Даже вот эти маленькие дети, я хочу на них остановиться. Ведь тоже мы, как бы, ну, когда работали с малышами, да, вот, например, в частности, из нашего ТОК-театрального центра тоже ребята были. Сначала это было так. Вот они костюмчик шили, пришли и не знают, и стоят просто, что делать. Да, вроде вот этот Дэдпул, вроде бы это, да, там, Мальвина. Все очень похоже. И что? Но ведь нужно же еще выйти на большой подиум. Нужно по нему как-то пройти, предложить какую-то программу свою, чтобы это было интересно. То есть пройти, станцевать, спеть. Но все-таки, опять же, это же конкурс. Есть жлены жюри, они ведь должны что-то оценивать, не только совпадения, да, попадания, но еще есть много аспектов, по которым оценивают жюри. И вот у нас было очень интересно, что некоторые вот косплеры нам давали такие точные образы, что мы просто видели, да, что вот дальше они сходят с подиума и просто там идут за кулис, еще куда-то. Но они имитируют все равно, продолжают походку, манеры, манеры речи, хотя они не говорили ничего на сцене, да, но то есть они вжились в этот образ, и они ведут себя как вот, ну, те герои, которых они, по сути дела, копируют. Это требует определенного мастерства. И недаром с самого первого фестиваля мы решили включить в прекрасную команду жюри, кроме людей, которые разбираются в косплее, да, и людей, которые действительно на международных фестивалях судят, обязательно театральных режиссеров. Кто будет в жюри в этом году? В этом году в жюри у нас, в жюри практически остается то же самое, нам очень понравился этот состав, в общем-то он такой звездный достаточно, из театра, как бы буду я и молодой, опять же, нам важно было, чтобы у нас молодежное было в жюри. Молодой режиссер, продвинутый педагог из Института театрального искусства имени Кобзона Василиса Теплякова, вот, она такая достаточно профессиональная, она прям загорелась глазами. Ну и наши замечательные ребята-косплееры, которых вот Настя представит. Вот, они действительно популярные личности, они объездили уже многие иностранные фестивали, где имели опыт и там жюри конкурса косплея, и в целом имеют огромное влияние в коспле-индустрии. Но опять же, если мы говорим про косплей-фестиваль, нельзя забывать, что ни одним косплеем, так сказать, он живет, то есть для любого человека, мне кажется, любого возраста, любых увлечений будет чем-то там заняться. Потому что у нас есть много зон, которые можно будет посетить, пообщаться, посмотреть. Это гик-ярмарка, где мы просто привозим много магазинов, где можно посмотреть все, что связано там с фильмами, с играми, с чем угодно, украшения. Также у нас будет аллея авторов художников, комиксистов, которые рисуют комиксы, которые создают свои какие-то произведения. То есть это все тоже можно вживую посмотреть, оценить, пофотографироваться. Также будет игротека с настольными играми, где можно будет просто сесть и поиграть. Есть фото зоны, то есть различные квесты, то есть обширная зона действий, где можно будет что-то поделать. Также мастер-классы, если интересно людям посмотреть, как создают костюмы, как создается грим, все это тоже можно будет сделать и абсолютно бесплатно. И это, мне кажется, очень здорово, когда ты не только приходишь смотреть на какое-то выступление, но у тебя есть возможность чему-то научиться, что-то посмотреть и обрести новые знакомства. Настя, сколько лет ты занимаешься косплеем, с чего началась твоя история? Я начала заниматься косплеем с 2008 года, но это сложно было на тот момент назвать косплеем. То есть это было не так популярно, не так развито. И тогда еще, мне кажется, даже не особо понимали это в России, как-то все так очень аккуратно к этому относились. Вот сейчас же, конечно, это совсем другое, это очень популярно и даже престижно в какой-то мере заниматься косплеем. То есть мой путь был достаточно интересным, благодаря ему я многому научилась, я повстречала много интересных людей. И в целом моя карьера пошла вверх благодаря косплею, то есть это действительно здорово. И косплей, как уже мы повторяли, это не просто переодевание, это целый образ, который ты создаешь. Потому что ты создаешь костюм, ты создаешь манеры поведения, как человек двигается в этом образе. То есть это комплексная работа, и многие косплееры действительно вживаются потрясающих образ, то есть почти как профессиональные актеры. Много ли в нашем округе косплееров? Достаточно, не могу. Кстати, сейчас, с учетом присоединения Звениграда, вот у меня есть афиша, да, здесь и герб Денцова из Звениграда, теперь у нас территория расширилась. Будут ли Звенигородцы принимать в этом году участие? Я очень надеюсь, у нас уже есть заявки, поэтому мы очень надеемся, что до 1 сентября, когда у нас оканчивается срок подачи заявок, они к нам тоже присоединятся, и побольше тоже косплееров из Одинцова. Ну вот из Одинцова, допустим, у нас будет художница на Алии авторов, она была безумно рада, она такая, господи, вот косплей-фестиваль в Одинцово, прям безумно рада. Вот, поэтому мы очень ждем косплееров, чтобы они показали свое мастерство, свои костюмы и насладились вообще всем фестивалем в целом. Можно присылать заявки по указанному адресу, и, собственно, вы сможете оказать какую-то поддержку, если человек впервые принимает участие в косплее, как-то все-таки именно подготовиться к этому фестивалю? Ну, как минимум мы дадим всю основную информацию, что нужно делать, как лучше это сделать, вот, но в плане костюма, в плане образа человек, конечно, должен сам определиться, потому что это как бы выступление человека, и он должен сам понимать, кого он хочет воплотить в жизнь, потому что многие люди, допустим, ко мне приходят, говорят, Настя, вот я хочу косплеем заниматься, вот что мне делать? Я говорю, сначала нужно выбрать образ, то есть я не смогу тебе навязать что-то, ты должен сам это захотеть сыграть, сделать, и поэтому это сугубо личное. Прожить. Да, но мы готовы оказать содействие детям, которые придут, потому что мы тоже понимаем прекрасно, что, в общем, дети, которые приходят и показывают какие-то образы на косплей-шоу, это наши дети театральные, и, как правило, потом они попадают и в театр, поэтому, естественно, если родители сочтут, что нужна какая-то помощь, и психологическая, и помощь такая профессиональная в плане того, чтобы подсказать, да, потому что ребенку не так бывает просто выйти, да, мы можем поработать, хотя времени осталось немного, но, тем не менее, наши двери открыты, мы можем это сделать. Вот, я еще хотела сказать, что мы приглашаем всех людей особым образом обратить внимание на русский сегмент фильмов и мультипликационных фильмов. Огромное количество есть очень интересных образов, образов, которые достаточно интересно скопировать, да, и показать, и предложить вот этот вот такой вот свой вариант этого раскрытия. Поэтому всячески говорим о том, что, ребят, не бойтесь, поэтому мы делаем... В прошлом году у нас было очень интересное такое вступление, обрамление нашему шоу, почему, собственно, и время вперед тоже. Мы показали градацию оружия. Начиналось наш шоу с того, что выходили люди с древними мечами в латах, да, и показывали вот эту вот битву наших богатырей. А последняя битва, то есть постепенно мы переходили к шпагам, к красивым, нарядным, ажурным всяким платочкам, которые были, да, в XIX веке, когда люди на рапирах и шпагах воевали и вызывали друг друга на дуэли. Закончилось это все с оберфайтингом, это светящиеся мечи современные, да, звездные войны, когда уже борьба идет вот такая, да. То есть можно проследить историю любого, скажем, продукта, да, который начал все равно свою историческую ценность, приобрел во время истории нашей Родины, да, и вот сегодня показать вот эту вот такую вот культуру, ее развитие. Где будет проходить фестиваль, во сколько начало, в свободный, бесплатный ли вход, вот эти вот организационные моменты? Да, мы очень рады, что этот фестиваль, естественно, поддержала наша администрация Одинцовского округа, всячески поддержала, в том числе и финансовым образом, поэтому нам предоставлена бесплатная площадка волейбольного центра, выделен определенный бюджет, благодаря которому мы имеем возможность пригласить всех жителей бесплатно. Бесплатно могут люди прийти 14 сентября в 12 часов, у нас начало, сбор гостей, сам конкурс начнется в 13, но еще раз я подчеркну, что много всего будет, столько всего интересного, что до позднего вечера не захочется уходить. В этот же день, кроме конкурса, будет подведение итогов, пока итоги будут подводиться, будет большая шоу-программа, которую люди смогут посмотреть, и тут же будет вручение главных всех призов по всем номинациям, которые заслуженно, я думаю, найдут своих авторов. И мы очень надеемся, что и высокие гости тоже нас посетят, и из администрации, и из области. Поэтому мы всех приглашаем, причем я думаю, что будет интересно абсолютно всем, и самым маленьким, мамам с колясками, бабушкам с внуками, ну и, конечно, самое главное, это молодежному сегменту, всем ребятам от 12 до 40 лет. Опять же, те, кто не решатся подать заявку в этом году, потом могут, еще раз приглашаем, посприйти, посмотреть воочию, видеть, как все происходит, пообщаться с ребятами, посетить мастер-классы, да, уже понять все-таки, хочу-не хочу, буду-не буду, и, собственно, будет целый год, чтобы подготовиться к очередному, потому что, я еще раз подчеркиваю, это все-таки история с продолжением. Да, история с продолжением. Да, мы очень надеемся. Время вперед, время идет, мы не можем останавливаться и отметать рождение новых культур, да, и субкультур, которые происходят в нашем мире. Просто, мне кажется, задача более взрослых людей, более старшего поколения, направить все эти вновь созданные субкультуры на развитие внутреннего сознания, ценности самого продукта и понимание того, что ты делаешь. То есть, не дело ради дела, да, что-то такое поделал, что-то на себя нацепил, там, каким-то героем вышел, вот, и все, да. Хотя много лет назад, когда первый раз ко мне пришли ребята вот с этой идеей косплея, да, японский такой вот вариант, когда я спросила, я говорю, они говорят, давайте вот мы проведем, и все переоденемся в костюмы. Я говорю, а зачем? Они говорят, не знаем, просто так походим. Вот очень бы хотелось, чтобы вот ни у кого в сознании не было, что это просто так походим, да. То есть, это должно быть некой ступенькой развития. То есть, дальше эта ступенька дает возможность людям выходить на сцену, становиться артистами, да, идти строить свою карьеру в кино, в театре, строить свою вокальную, какую-то там хореографическую карьеру, да, становиться членами жюри, изучать этот вопрос. То есть, вот хочется вот этой вот глубины. И в этом как раз и есть задача более взрослого поколения. Не сказать, что, ребят, это плохо, это какая-то ерунда, там, рэп – ерунда, хип-хоп – ерунда, значит, косплей – ерунда, да. Вот так можно отличить от всего. Потому что когда-то рок-н-ролл была ерунда, джаз – ерунда, да, то, что вошло в историю мировой культуры. Вот, театр – ерунда, там, куклы – ерунда и так далее, и тому подобное. Поэтому все не ерунда, раз это вдруг родилось. Просто нужно, чтобы дети понимали, зачем они это делают. Спасибо вам за интересную беседу. Я еще раз напоминаю, что все желающие могут подать заявки до 1 сентября. Адрес указан на экране. А 14 сентября приглашаем всех в волейбольный центр города Одинцова. 12 часов сбора гостей на прекрасное фестивальное шоу «Время вперед». Спасибо вам. Мы с вами посмотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания.